Я не приглашал вас и не встречался с вами в этот период времени после избрания не случайно. Я хотел, чтобы вы вошли в курс дела, и прежде чем мы могли встретиться, вы могли разобраться в всех деталях и нюансах и процессах, которые происходят в наших профсоюзах. Не надо никому напоминать, что это огромнейшая партия, можно сказать так. Это государственные люди, патриотичные люди в самом подавляющем большинстве. Но как внутри профсоюзной организации, так и со стороны населения есть немало претензий к профсоюзам. То где-то там малоактивны, то забюрократизировались, то не оказали помощи, поддержку и прочее. Это будет всегда. Это естественно, такая огромная организация, это будет всегда, но стремиться надо к лучшему. Надо делать так, чтобы этой бюрократии и прочего было меньше. Потому что это народная партия, народные профсоюзы. И с этой точки зрения меня, прежде всего, интересует ситуация, которую вы увидели свежим взглядом в организации. Что нового? Какие основные ваши планы и действия руководства, прежде всего, возглавляемые вами, по нормализации ситуации по отдельным направлениям? Уборочная кампания практически началась. Сейчас я сегодня слушал доклад губернатора Брестской области. Выборочно он уже начал убирать Азима Яченко. Всегда профсоюзы подключались к этому процессу, оказывали соответствующую помощь и поддержку. Я бы просил вас, чтобы это была, прежде всего, помощь, поддержка и участие профсоюзов в этой работе, а не какие-то контрольно-наблюдательные функции. Контролёров у нас хватает, а профсоюзы, насколько я помню свою работу, особенно в сельском хозяйстве, они всегда были у меня правой рукой, и мы вместе организовывали и питание, и обслуживание, особенно механизаторов в период уборочной кампании. Ну и контроль за выплатой заработной платы, чтобы люди меньше жаловались на руководство. Ну и какие у вас есть ко мне вопросы, возможно, нужно мне где-то подключиться. Надо, может быть, вовлечь меня в какие-то процессы для оказания помощи и поддержки профсоюзному движению. Кратко, без отчётов. Отчёты не надо, а вот основные моменты. Спасибо большое. Ну и вообще, как устроился, возвратившись с Китая, какие, может быть, личные проблемы? Ну, первое я хочу сказать, уважаемый Александр Григорьевич, большое спасибо за тот уникальный опыт, который я получил в Китае. Три года они прошли бесцельно. Я посетил практически 30 провинций. Из 32 посетил весь Китай. Знаю ситуацию. Всюду нас в Китае знают, слышат, понимают, ценят нашу дружбу, наши отношения. Убеждён, что вот эта вот крепкая дружба, сложившаяся, надолго сохранится и будет давать свои результаты. Ну я хочу, чтобы ты понимал, мы тебя, кроме всего прочего, будем приглашать как эксперта, как, может быть, участник каких-то процессов, связанных с отношениями не только с Китайской Народной Республикой, но и с процессами, происходящими в таможенном комитете, потому что ты долго работал там, и нам твой свежий взгляд независимый, альтернативный даже, может быть, он всегда нужен будет в том или ином аспекте. Всегда готов к выполнению поставленного задачи. А в частности, Федерация профсоюзов Беларуси, уважаемый товарищ президент, хочу доложить, что наш национальный профессиональный центр сегодня состоялся как объединение. 15 отраслевых профсоюзов входят в это объединение. Понимание общее, как единого центра у нас есть, единые подходы, связанные с тем, чтобы максимально дойти до каждого рабочего, выкристаллизовать какие-то проблемы, а выкристаллизовать их можно, и по той причине, что сегодня 24 тысячи первичных профсоюзных организаций сегодня созданы в нашей стране. Это большая, как вы сказали, армия. И, мало того, они заключили 18 тысяч с лишним коллективных договоров, в которых четко прописаны нормы, когда наниматель и работник четко определяют между собой отношения, кроме тех, которые прописаны сегодня в законодательстве. Это большое достижение. Очень важно, извиняюсь, что перебиваю, ваш опыт здесь китайский. Потому что иногда профсоюзы оторваны от жизни и начинают, вот это надо, то надо. Я всегда поддерживаю трудящихся, это действительно правильно. Но, вы знаете, для того, чтобы чего-то требовать, надо работать. И вы видели, как работают китайцы. Конечно, наши не работают так и работать, наверное, не будут. Но если бы мы близко были к работе и объемам, которые китайцы выполняют, и китайские рабочие, я думаю, в несколько раз богаче были. Поэтому опыт этот очень важен для самого профсоюзного руководителя. Продолжение следует...